Моей презентацией будет такая, семинара. Зачем нужны роботы успешному трейдеру? Зачем вообще мы здесь собрались? Как говорил в свое время господин Данкевич, очень золотые слова. Если вы слушаете меня, а я вам что-то рассказываю, значит, вы мне нужны, и я вам нужен для чего-то. Поэтому я постараюсь на этот вопрос ответить в течение. Вебинара. И потом, наверное, вы зададите вопросы, и я отвечу на все интересующие вопросы. Сначала кратко расскажу вообще, что такое робот, что мы понимаем под роботом и их классификация. Робот идеи, что это такое вообще? Робот это любая автоматизированная система. То есть это какой-то программный код, который по заранее заданному алгоритму будет выполнять ту или иную задачу, которую мы ему зададим, и будет делать это состоятельно автоматически. Два основных вида роботов, которые можно выделить, это помощники, это любые приводы, сканеры, советники, которые сами ничего не будут делать, а только будут вам говорить, нужно. и рекомендуется сделать то-то и то-то. Или помогать в торговле. Ну, любой пример можно привести, например, программа, которая автоматически выставляется. Чуть попозже я покажу, как это все работает. И такие программы, конечно, они облегчают жизнь трейдеру. И поскольку трейдинг вещь нервная, то нужно по максимуму использовать возможности, которые нам могут предоставить роботы. И вторая группа, это самостоятельно торгующие роботы. Это уже полностью автоматизированные системы, которые могут сами выбирать точки входа, заходить в позицию, закрывать позиции. Какие вообще типы могут быть роботов? По типу торговли. Поделим их. Трендовые роботы. Роботы, которые будут основаны на каких-либо трендовых индикаторах или на их комбинации. Ну, к примеру, скользящие средние. Когда идет тренд, рынок становится неэффективным. И в этот момент возможность заработать является у многих. Поэтому тренды нужно использовать. И это одни из самых простых заработков на рынке. Если трендов нет, заработать деньги будет существенно труднее. Вторая группа, контртрендовые роботы. К примеру, это может быть Airside, Stochastic. Пожалуйста. Арбитражные роботы. Отдельная тема. Арбитраж – вещь такая, которая работает как на трендовых рынках, как на нетрендовых рынках. И вещь – это довольно-таки стабильная. Арбитраж нужно использовать по возможности. Это все интересно, вручную, практически, на нашем рынке это сейчас уже невозможно реализовать. Следующая группа – торгующие по формациям и по стаканам. Очень интересная группа роботов, но, как правило, во-первых, они имеют короткое время жизни и очень часто они несколько ликвидные. Такие роботы торговли и продажи не подлежат, потому что, продав 10-20 копий, таких роботов не сможем заработать ни мы, ни те, кто их приобрели. А как раз вот формациям посвящены вот курсы, которые Дмитрий Черемушкин читает. Очень интересное направление, но, к сожалению, у нас вот нет ни одного робота, который могли бы продать, основанный на этих курсах. Опционные роботы. Отдельная тема, очень интересная. Практически все прибыльные участники вот LCHI последних, они используются в той или иной мере опционы. И вот отдельно выделено, красным я это выделил, высокочастотные роботы. Мы пока этой области не касаемся. Это у нас все сейчас в стадии исследования, в стадии разработок. Поговорим о преимуществах, недостатках. Огромный плюс, самый основной роботизированных систем, тем, что у них нет эмоций. А эмоции это огромная проблема для трейдинга, особенно для ручного трейдинга. Второе преимущество то, что это роботы быстрота исполнения. Ну, ни один трейдер самый, ну, никто не сможет состязаться в скорости выставления заявок, в скорости реакции на отклик, на то, что мы что-то сделали, нам надо, как нам на это отреагировать. Там доля миллисекунд. Поэтому здесь состязаться с роботом бессмысленно. Опять же, роботу спать есть не нужно, мы его запустили, и он может работать без устри, отслеживать рынок все 24 часа в сутки. Ну, на форте 24 часа не надо, но, например, на фороксе это, к примеру, нужно, потому что там торговля идет круглой сутки. Может анализировать, опять же, огромное количество рынков одновременно. Тут человеку тягаться с ним невозможно. Дальше, пятая огромная преимущество, что мы можем как протестировать наши системы, так и оптимизировать. К сожалению, для ручной торговли это никак невозможно. Протестировать и оптимизировать трейдера, ну, нереально. Плюс, и освобождается у вас огромное количество времени, которое мы и освобождается. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! запустить ... Сейчас слышно, нет? Да, да. Слышно, да? Ну, давайте тогда без видео, возможно, что подвешивает систему. Тогда продолжим дальше. На чем остановились? Остановились на минусах? Ну, хорошо, что здесь сделали паузу. Минусы – это огромная проблема, потому что ручная торговля хорошо, роботы гораздо все интереснее, тоже хорошо, но ваш робот в случае каких-то сбоев и проблем, ваш счет обнуляет за несколько минут. Мы это уже проходили, и когда какие-то ошибки в программе, 5-10 минут, и у вас 20-30% отсчета нет. Вы при этом даже ничего и не делали. Это может быть связано с чем угодно, с бой, связи с брокером, проблемы на бирже. Любая нестандартная ситуация может вызвать все, что угодно. И сложность изготовления. Вот три минуса. И как раз именно этими минусами наша компания занимается. Над чем? Над тем, чтобы все это не повлияло на работу наших торговых систем, чтобы вы об этом не беспокоились. У нас, если есть много наших людей, вот Александр Веденеев, если он меня, конечно, слышит, он обязательно сейчас вспомнит, как мы на нем тестировали программы, которые только появлялись сначала. И для него потерять там 10, 20, 30 тысяч в течение нескольких секунд уже нормальная ситуация. Он уже и не удивляется. Но он своим деньгами как бы тестирует наши системы, и вы получаете уже готовую систему, которой, к счастью, таких вещей уже не случается. Так что можете сказать ему спасибо. Дальше. Какие основные качества трейдера? Когда мы приходим на рынок, нам потребуются вот все три качества, которые слева у нас. Изображены это терпение, у кого-то его больше, у кого-то меньше, дисциплина, опять же, у кого-то больше и у кого-то меньше. И опыта, как правило, ни у кого нет или очень мало. И все эти качества будут противостоять огромному, очень страшному, страшной вещи – это эмоции. Что бы ни говорили, эмоции – это основное, что мешает нашей торговле. Причем даже не только в ручном трейдинге, как может показаться. При использовании роботов тоже эмоции влияют на прибыльность. Каким образом? Робот может и хорошо зарабатывать, а мы испугались и отключили его. И у нас большинство клиентов, которые используют торговую систему, не зарабатывают. Или зарабатывают не столько, сколько хотелось. Даже не потому, что система не работает у нас, или ошибка в логаритмах и так далее, а потому, что они отключают их, боясь, что хотят переиграть рынок. Боятся, что вот сейчас открыли длинную позицию, а рынок против пошел. Все, закрывается позиция и открывается, когда уже поздно ее открывать. Когда уже рынок убежал в ту сторону, в которой изначально неправильно было все сделано. Это тоже большая проблема. И как ее решить, мы немножко попозже тоже скажем. Вот для того, чтобы бороться с эмоциями, у нас на самом деле есть очень интересный робот. Робот-помощник. Силивус риск менеджер. Этот робот создан исключительно для трейдинга внутридневного и он контролирует наши эмоции. Каким образом? Он может ограничить лимит потерь на день. Есть у нас на счету 100 тысяч рублей и хотим мы максимум 5 тысяч потерять. Все это заранее продумать гораздо проще, чем потом уже в стазе, когда мы эти 5 тысяч потеряли. Думаем, ну, сейчас последняя сделка, сейчас-то мы отобьем уж точно. И дальше происходит то, что я думаю, что люди, которые не первый день на рынке знают. Мы начинаем сливать наш счет. Методично открываясь в лонг на хаю и переворачиваясь в шорт на лоу. И счет обнуляется, уменьшается довольно-таки быстро. Для этого нужен вот такой робот. Давайте сейчас можно, да, в примере покажу. Хотел вам все показать на реальном счете, но там что-то такое количество роботов у меня оказалось, что я с ними не справился. И вот на демо счете продемонстрирую. Значит, вот табличка, которая данный робот выводит. Вот график, что возьмем. Фьючерс на индекс. Управляется все это. Сейчас, секундочку, запустим. Все управляется через вот такой конфигуратор. Заранее мы можем выставить все параметры, по которым мы хотим себя проконтролировать. Мы задаем себе максимальный убыток на день. Задаем бумаги, по которым мы будем торговать. Можем по каждой бумаге задать отдельный лимит. Лимит первый, после которого у нас может быть штрафное время, и это время для отдыха. Для чего? Для того, чтобы эмоции наши остыли. По каждому инструменту данную вещь настраиваем. Можем задать автоматическое закрытие перед клирингами. Теперь мы можем спокойно торговать. Зная, что у нас робот вовремя остановит. Ну, вот зададим лимит. Я тут с утра уже немножко попробовал, потестировал. Зададим 700 рублей максимальный убыток на день. Нажали применить. Все. Вот мы его достигли. При этом робот что делает? Робот нас при этом блокирует. Сейчас операционная маржа скачет. Совершаем, девочку. Убыток. Достигли убыток. Маржа становится меньше. Максимально допустимый. Все. Нас робот заблокировал. Мы даже открыть позицию не сможем. Нехватка средств. Выставили заявки. По какому-либо... Подвисать. Я поэтому камеру отключил. Все. Я даже не могу войти в позицию. Лимит дня. Все. Отдыхаем. Ждем следующего дня. С новыми силами. Начинаем торговать. Также ограничить нас можно не только по лимиту дня. По количеству убыточных сделок. Подряд. Совершили мы... Хотим мы совершить не больше трех убыточных сделок. По какому-либо инструменту. Выставили это все. Вот серия 5. Можно поставить 2. Одно. Все. После того, как мы сделали 2 убыточных сделки, робот нас закроет. Закроет вот на любое количество времени. Хотим полчаса отдохнуть. Ставим 1800 секунд. Нажимаем применить. Все. После этого мы будем полчаса отдыхать. Спокойненько попьем чайку. Дохнем со свежей головой. Продолжим торговать. Обычно проблема не в том, что трейдер хороших сделок не может совершить. А то, что он огромное количество совершает плохих сделок. И наш робот в этом поможет. Вообще торговать без данного робота. Для людей, которые много сделок совершают в течение дня. Просто опасно. И, к моей точки зрения, нужно это использовать. Потому что очень часто приходят люди. Говорят, ну вот я вот неудачный был день, и я там из миллиона 400 тысяч слил. Естественно, советуем. Вот есть 7700 стоит робот, который позволит вам контролировать ваши эмоции. Говорят, о, нет, 7700 это дорого. То есть, 400 тысяч недорого слить, а 7700 дорого. Вот очень часто встречается такая психология. Подумайте. Подумайте. Очень все это недорого. На самом деле. Все может закончиться гораздо хуже. Все хорошо, да? Есть робот-помощник. Но у него есть одна проблема. Что если у вас стоит данный робот, вы его можете отключить. Что бы этого не было, мы разработали специальную программу. Удаленный контроль рисков. Вот теперь уже у вас ничего не удастся. Данный робот устанавливается на наших серверах. И теперь уже мы контролируем вашу торговлю. Значит, на одном сервере запускается робот. На наших серверах. Вы торгуете, зайдя в другой сервер на тот же Квик. Как только вы достигли лимита. Лимит, который вы сами себе установили на день. Все. Робот вас блокирует. И дальше звоните брокеру. Не звоните брокеру. И брокер вам тут. У вас будет заблокирован счет с заявками. И ничего вы не сможете сделать. Ваши денежки будут сохранены. И это спасает многих трейдеров. И очень часто люди, которые совершали хорошие сделки, зарабатывали неплохие деньги за день. И потом все в течение дня сливали. Вот данный робот от этого вас избавит. И ваша торговля станет гораздо эффективнее. Ну еще сразу давайте про робота-помощника расскажу. Вот стоп-профит. Вот все, что я вам рассказываю, это все мы используем сами. Вот приходите к нам в офис. Приходите. Вот 6 февраля день открытых дверей будет. И все увидите. У всех... Да, ну я, наверное, даже сайт покажу или ссылочку сбросить. Вот ссылочка на наш сайт есть. Попал, да? Так, вот ссылочка. Мы все это используем. И уже вот не представляешь себе возможность торговли... Ох! Вот так вот меня робот-то заблокировал. И ничего мне не даст делать. Сейчас, секундочку. Мы это дело исправим. Я сейчас сам себя разблокирую. Вот. Недостаток, что робот установлен на меня. Я его взял да отключил. А вот если бы он на сервере у меня стоял... Мы сами друг друга контролируем. И сами друг друга устанавливаем на серверах. Так, чтобы мы не могли себя отключить. И наша торговля очень в этом выигрывает. Вот покуп... Так. Так, 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 так. Вот стопрофит. Мы покупаем. И тут же выставляется стоп и профит. Так, робот не дает мне торговать. Приостановим расчет. Вот. Выставляется стоп и профит автоматом. Далее мы его можем двигать, как обычно, вручную выставленную стоп и профит. Туда, куда нам нужно. Это очень удобно. Вот выставился на один тракт. И если я докупаюсь, то автоматом корректируется на два контракта. Не нужно думать. Перевернулся я. Вышел я. Встал в другую позу. Стоп автоматом корректируется. Профит стоит. Мне остается только немножко их подтянуть там под уровень поддержки сопротивления. Ну, уже скорректировать под себя, под конкретный рынок. И этим надо пользоваться. К этому привыкаешь, это уже как наркотик. Без него торговать становится очень тяжело. Что же такое вообще-то система? Вот очень часто люди считают, что торговая система – это правило открытия и закрытия позиций. Но, к сожалению, это лишь только, с моей точки зрения, процентов 30 успехов. Основное – нужно использовать все в комплексе. Открыть и закрыть позицию, да, конечно, надо в нужном месте, в нужное время. Но риск менеджмент надо использовать. Управление капиталом. В первое время, когда мы систему использовали, система прибыльная, неправильный выбор, например, плеча, имеем мы 100 тысяч и заходим там на 7-8 контрактов, нас просто выбивает из-за того, что мы переоценили свои силы. Слишком большим размером заходим. Это очень важно. И в системах, в готовых системах, которые мы предлагаем, мы все это учитываем, все это рассчитываем и рекомендуем. Опять же, риск, он может быть разный для разных людей. Я, например, использую свои системы, для меня, скажем, просадка 80% по счету – это нормально. Просто я работаю на пределе возможностей своих систем. Естественно, я никому никогда не порекомендую, чтобы у наших клиентов была просадка 80%. Чужую систему с такими огромными рисками использовать, конечно, нельзя. Первое, второе, третье, причем это максимум. Очень много клиентов, опять же, есть, которые не готовы к таким рискам. Человек заходит уже и имеет просадку по счету 10-15%, все. Он не в состоянии этого испытать и прекращает использовать торговую систему. Статистика показывает, что в основном как происходит. Максимальная просадка – предвестник того, что будет хорошее движение в нашу сторону. При максимальной просадке большинство клиентов перестает использовать. И наоборот, когда после хорошего тренда всем кажется, ну все, теперь всегда будет так, мы будем только зарабатывать. Огромное количество людей увеличивают размер позиций, добавляют денег, и после этого начинается просадка. Это тоже очень часто бывает. Нужно делать наоборот. Я, когда у меня просадка по счету, увеличиваю размер позиции, а после хорошего профита, наоборот, снижаю. Что вообще можно купить на рынке? Ну вот уже не первый год мы на этом рынке торговых систем работаем, смотрим, что продают, что предлагают. Но надо быть, честно говоря, очень аккуратным. Ну, в основном предлагается, конечно, то, что малоэффективно. То, что уже людям не нужно, они предлагают это как бросовый товар, может быть это все недорого, доступно, пожалуйста. Продают торговые оболочки. Что такое торговая оболочка? Это просто автоматизированная система, которая по заданным алгоритмам входит, выходит, изменяет позицию. Но, к сожалению, это торговой системой назвать нельзя. Торговая система включает все. Это, во-первых, программный код. Дальше. Готовый параметр уже. Подобранные таймфреймы. Обязательно должны быть тесты сделаны. Должна быть система управления рисками встроенная. Система управления капиталом. Все, 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 о чем я говорил, без этого это нельзя назвать готовым торговым решением, готовой системой. И что очень важно, у вас должно быть полное сопровождение технической поддержки. Рынок изменился. Квик обновился. И все, у вас все слетает, все перестает работать. Вы звоните в поддержку, в компанию, а компании уже недавно. Все, деньги выброшены на ветер. У вас ничего не работает. А то, что людям продают, что вообще не работает, я, честно говоря, встречал это неоднократно. Клиенты, с которыми мы работаем постоянно, присылали чужие программы. Их реально запускаешь, они просто не работают. Залезаешь в код, смотришь, почему не работает. А там, например, время открытия торгов 10.30 указано. То есть, с тех пор программа не правилась, нормально. Раньше работала, потом стали, продолжают продавать. Даже никто не удосужился изменить. То есть, очень много таких вещей, на которые надо обращать внимание. Конечно, вы все можете на самом деле взять в интернете там программный код и пойти вот по этому пути. По пути, что вы его взяли, вы его разобрали, недочеты исправили, протестировали, оптимизировали. И вы в результате, да, получите готовую торговую систему. Ну, я вас уверяю, вам это обойдется в разы дороже. И не быстро все это. Все это не быстро будет. В большем случае, там годик на это уйдет у вас. Поэтому, на самом деле, как одни страны, иногда покупка у компании, которая уже имеет свою репутацию на рынке, иногда кажется дешевле, быстрее и проще. Есть люди, которым это все интересно, копаться там в коде, разбираться. Ну, для них, скажем, вот у нас есть курсы там по купайлу. Пожалуйста, курсы по тому же, по тестированию по Амеброкеру. Звоните, приходите. Мы готовы подсказать и направить нужный родствен. Но, как правило, люди, которые хотят все это сами сделать, быстро на этом сэкономить, но так не получается, к сожалению. Вот такой интересный вопрос. Наверное, вы будете мне его задавать. И это правильный вопрос. Зачем нам вообще продавать своих роботов? Ну, вот можно, особенно на Форексе, да? Зайдешь и посмотришь. 50 тысяч процентов годовых там. Взял тысячу долларов и через год у тебя там 100 тысяч долларов. Ну, спрашиваю тогда, а зачем продавать-то это? А стоит он там 500 долларов. Вот за 500 долларов вы купили ваше состояние. Ну, у меня, честно говоря, вот такие вот... Система сразу улыбку вызывает. Ну, это нереально. Зачем люди тогда их продают? И вот я попытаюсь на этот вопрос ответить. Мы, во-первых, продаем только то, на чем сами зарабатываем. И то, чем пользуемся сами. Предлагаю ее вам купить автоматическое уставление стопов. Или управление риском. Но мы сами этим пользуемся. И это помогает нам зарабатывать. Опять же, идет тренд. Там есть возможность всем заработать, всем урвать свой кусок. Потом, почему мы сами не зарабатываем? Ну, мы зарабатываем с вами. Вот, если посмотрите на параболик с А1.0 предложение, то есть там такая, что вы его покупаете, а далее 20% с дохода. Вы с нами делитесь. И всем от этого хорошо. И это надо использовать. То есть мы не продаем ради только продажи. Мы хотим, чтобы вы зарабатывали, и мы вместе с вами будем зарабатывать. Потом клиенты являются, как правило, основными поставщиками новых идей. Не то, что вот человек пришел, заказал у нас создание по своему алгоритму, мы взяли, сделали, сами на нем зарабатываем. Да нет, на самом деле, люди, которые новые идеи подают, они сами не знают, что они это делают. Просто общаешься с разными людьми, у них много интересных идей, которые они не могут сами просто реализовать. Мы их берем, воплощаем уже в реальную жизнь, и, как правило, потом опять же они возвращаются к вам. Тот же Serious Risk Manager, он придуман людьми, большинство идей, вот, например, есть от человека, который в настоящее время не до сих пор с нами торгует в дилингном зале. Он в свое время сказал, что вот нужно так вот, так вот, потому что это нам нужно. Все это для него было сделано. И сейчас пользуются как он, так и другие люди. И опять же, вот, огромное количество есть мелких недостатков, недоработок, которые, ну, связаны с тем, что не все не придумаешь, не предусмотришь. И когда твою программу использует 20 или 100 человек, все эти недостатки очень быстро устраняются. И программа становится более совершенной. Вот, опять же, мы не все продаем, все, что у нас есть. Есть торговые системы, которых мы, к сожалению, и не имеем возможности продавать. Программа ограничена ликвидностью. Не можем, опять же, я уже говорил, начав такую продажу, мы и себе, и всем сделаем хуже. Опять же, робот торгующий по формациям. Тоже ограничен ликвидностью, опять же. Но про эти формации, вот, на курсах, например, Дмитрий Черемушкин рассказывает. Активный интродей курс, мы все это рассказываем. А когда формации используют люди, они их, каждый интерпретирует по-своему, то такие формации тогда живут дольше на рынке. И, опять же, хотел здесь замечание, что, вот, внизу у меня выделено на слайде, если увидите доходность 500% в месяц, 1000% в месяц, ну, что-то здесь не так. Ну, невозможно такие получать доходности, и еще и продавать такие системы. Они очень быстро выйдут на предел своей ликвидности, и никому от этого толку не будет. Про вообще оптимальную схему использования роботов. Опять же, очень часто хорошие системы, но мы сами не можем их использовать. У меня, например, тоже есть люди, которые за моими щитами смотрят, там установлены роботы, и я не имею права на своих щитах их корректируть работу. Если я это буду делать, я попытаюсь обыграть робота, всегда это заканчивалось одинаково. Я делал только хуже руками. Поэтому должны быть люди, которые следят за роботами, за вашими щитами, и не дают вам там ничего руками делать. Робот-то торгует по алгоритму, но отключить его всегда есть возможность. Вот этого не должно быть. Берете вы у нас робота, даете квик, мы его устанавливаем на наших серверах, и дальше у нас есть специальные риск-менеджеры, которые только тема занимаются, что следят, чтобы никаких технических проблем не возникало, чтобы интернет работал, брокер, биржа, чтобы никаких вопросов. Все, вы забыли, и можете другими вещами заняться. Мы вам сами счет откроем, и будем полностью следить за вашими системами. Поэтому услуга хостинг для автоматизированных систем очень важна. Параболик Сарадин, пример вообще реальных сделок за прошлый год. Первая сделочка здесь, это 30 декабря 2011 года. Вот она с 30 декабря по 10 февраля. Вот такая вот девочка с небольшим переворотиком. 22,5 тысячи пунктов. Ну, я не думаю, что на один контракт кто-то вот столько заработал. Не, ну, конечно, возможно. Но такие деньги зарабатывать очень непросто. Очень непросто. И вот вторая сделка, это сентябрь, всего там за неделю, был выстрел перед экспирацией, 16-600 пунктов на контракт. Ну, вот за неделю таких денег тоже вот пришло заработать. И именно дело в том, что робот им все равно, он не знает, когда этот тренд начнется. Но он делает свое дело. Он настроен так, что он будет ждать этого движения. И когда он его поймает, он отобьет все убытки, которые мы терпели. И все нам компенсирует. Дальше. Хотел бы вот сориентировать все-таки, что, как нужно робот выбирать, что нужно искать, чего не следует покупать. Если вы используете Квик, то вам, ну, не подойдут вам частотные торговые системы. Почему? Ну, Квик для этого не приспособлен. Квик не приспособлен. И вы не сможете все возможности этого, возможности роботов реализовать. Опять же. Роботы, торгующие по формации. Особенно внутри дня. Это все недолго живущие роботы. И, как правило, их начинают продавать, когда они становятся малоэффективными. Далее. Опционные роботы. Если у вас опыта нету, не рекомендую. Не рекомендую работать с опционами. Вещи интересные, но вещи опасные. На опционах можно хорошие деньги сделать, но также можно счет свой сильно потрепать. Опять же, черные ящики. Черные ящики не надо покупать. Если вы видите хорошую систему, огромные деньги зарабатывает, но позвоните, кто это продает, как она устроена, почему такие прибыли. вам должны хотя бы объяснить, что это такое, для чего это, как это работает. А просто запустить на своем счете непонятно что, это неправильно. Пятый пункт. Очень важный. Покупайте только у компании, которые имеют репутацию на рынке. Репутация – это очень важная вещь. Мы, например, со своими клиентами открыто говорим, где они могут потерять, где они могут заработать. Пожалуйста, мы даже с разрешения можем дать и контакт наших клиентов. Поговорите с ними, что они у нас покупали какие-то торговые системы, они у нас обучались, они у нас находятся в дилинговом зале. Опять же, приходите к нам, приходите вот 6 сентября на день открытых дверей, вы увидите людей, которые торгуют в нашем дилинговом зале, людей, которые уже не первый год с нами работают, и этого бы не было бы, если бы мы не работали для клиентов, не старались их жизнь облегчить, не старались помочь им заработать на рынке. Наша задача не получить 7-минутную прибыль какую-то, а именно мы работаем над созданием своей репутации и очень ей дороже. И опять же, проверьте, а как вы купили систему, будет ли вам какая-то техническая поддержка оказана, позвоните, позвоните по телефону техподдержки и проверьте, ответит вам или не ответит. И это уже во многом будет говорить о компании. Очень часто, что все хорошо до покупки, вы купили, звоните, вам говорят, инструкция есть, программа вам выслана, работайте, разбирайтесь, дальше ваши проблемы. Вот, это важно, потому что, поверьте, у вас возникнут вопросы, и получить квалификационно, хорошую, квалифицированную советы и помощь, это очень важно. А что же там покупать-то следует? Ну, во-первых, конечно, остановитесь на роботах-помощниках. И это в первую очередь. Особенно, если вы торгуете вручную, постарайтесь свою жизнь облегчить, постарайтесь помочь, чтобы вам легче было бороться с эмоциями, легче этому было противостоять. Очень часто люди кажутся, что вот они торгуют, да, на один контракт по индексу, торгуют на два, на три, думают, ну все, эмоции-то мне не страшны. И переходят сразу на 50, заходят в позицию, все, человек в шоке. Он с таким объемом никогда не работал, и как только видит на своем счету в эволюционном маржу, минус там, 5-10 тысяч через 2 секунды, все, тут же с позиции человек выходит. Не привык, не может работать. Вот для этого роботы-помощники нужны. Риск-менеджер опять. Он вас остановит, он вас поможет, вам поддержит вас. Не жалейте 3-5 тысяч отдать в месяц, чтобы сэкономить свои деньги. Были люди у нас, которые используют несколько месяцев риск-менеджер, дальше они решают сэкономить, ну вроде нормально торговля идет, отключают его, и за первый же день работы без него сливают 10-15-20% от счета. Все, опять подключаются. Имейте это в виду, на этом не надо экономить, помогайте себе бороться со своими эмоциями. Дальше, покупайте что? Роботов, основанных на трендовых индикаторах. Самое простое, на чем можно заработать на трендах, соответственно, и роботы на трендовых индикаторах вам помогут это сделать. Трендовые и контртрендовые стратегии совместно. Потому что настроить отдельно контртрендовые стратегии очень сложно. Если на рынке появится тренд, все эти системы перестают работать. С трендовыми роботами проще, чем контртрендовые. Ну, арбитраж. Арбитраж тоже такая вещь, которая работает на любых рынках. Ну, вот невысокочастотный арбитраж. У нас были в продаже роботы, сейчас мы их полностью переделываем, оптимизируем, и думаю, что в скором времени они тоже у нас появятся в продаже. Арбитраж весь интересный, и мы большое уделяем ей внимание. Опять же, роботы на заказ. Есть у вас хороший алгоритм? Приходите. Если есть идеи, приходите. мы поможем вам. Иногда помогаем правильно составить техническое задание. Все поможем. Очень часто бывают отличные идеи, хороший алгоритм, но не может человек все это реализовать. У нас есть опыт. Мы не программисты в основном, мы трейдеры программисты. И это очень важно работать именно в команде, потому что я редко встречал богатых программистов, все-таки зарабатывают на рынке трейдеры. Важно понимать, что такое рынок. Человек, который не работал на рынке, который не испытал потерю своего 30% счета в течение 10 минут, он не сможет написать систему. Я вас уверяю, очень это сложно. Вот. И вот еще такая интересная тема, как вообще стать успешным трейдером за один день. Возможно ли это? В принципе, да. Возможно. Ну, конечно, не для всех. Конечно, не 100% трейдеров, которые сегодня сливали, завтра заработают. Но есть класс трейдеров, которые хронически, систематически сливают свои деньги. сливают их постоянно и на хаях дня не покупают, на лоу дня не продают. Есть такая категория людей и вот для них у нас есть такой интересный робот Celius Lost Hedger. Он может им помочь. Потребуется всего два субсчета открыть. На одном субсчете вы торгуете, а на втором торгует робот. вы заходите на хаях в лонг, а робот открывает шорт. Вы потеряли деньги, робот заработал. Но небольшая тонкость, вы можете торговать одним контрактом, а робот может десятью. И тогда если вы потеряете 100 пунктов, робот заработает 1000 пунктов. Ну конечно комиссия будет работать всегда против вас, но вот статистика меняется кардинальным образом. Люди, которые постоянно совершали убытки, могут на этом заработать. Правда, есть одно небольшое замечание. Как только человек знает, что вместе с ним работает вот такой робот, который обратные сделки совершает, он, к сожалению, начинает правильные сделки совершать. На себе испытывал. Заходишь, убыток, 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 ну и получается торговля. Подключаешь робота, все. Ты начинаешь зарабатывать, а на робота поставил 10 раз больше объема, а он тебя сливает. То есть, если человек знает, что с ним такие эксперименты проводят, он начинает сам зарабатывать. Тут вопрос в том, что человек об этом не знал. Но опять же, имейте в виду, что если вы совершаете тысячу сделок в день, и у вас какая-то высокочастотная торговля, ну конечно, такой робот вам не поможет. Конечно, комиссии вас еще от убьют. Поэтому это надо иметь в виду. Ну, в общем-то, вот, наверное, все, что я вам хотел рассказать о торговле. я хотел бы еще, значит, на вопросы, наверное, будут вас ответить и посмотреть еще несколько примеров, вообще, как роботы выглядят, что это такое. вопросов, вопросов, вопросы, давайте. Да, не дает торговать, да, иногда вот робота себе установишь, и он не дает торговать, да, есть такой момент, у меня вот есть, у меня огромное количество субществов открыто, на каждом какой-то робот работает, иногда что-то там запустишь и забудешь про него, потом долго ищешь, кто же тебя там не дает торговать, кто тебя кроет, есть такой момент, надо знать, где что мы запускаем и как с этим вести себя, ну, это мы все подскажем, все можем рассказать. Для дельта хеджа, дельту сами считаете, берете с QK, дельта, к сожалению, с QK взять нельзя, не все таблицы имеют вывод, считаем сами, дельта считаем сами, ну, по той же форме, Лека Шоуза, гениальная формула, все по ней считается. Кроме QK, каким платформам есть шлюзы? Так, что имеете ввиду, что прямое подключение, что ли? Не совсем понял вопрос. по поводу языка QK, ну, к сожалению, не все, не знаком с таким языком, значит, на чем мы сейчас, мы на C-Sharp пишем, на купале пишем, сейчас на MetaTrader переходим, поскольку вот с февраля уже MetaTrader будет как боевой терминал, очень интересное направление, очень интересная программа, которая в настоящее время используется только на Forex, и будем работать, наверное, с ней тогда, пытаться перейти. По поводу торговых систем, как все это выглядит, вот у нас сейчас короб, значит, ну, по торговым оболочкам, да, вот опять же, основанная на индикаторе параболик, так, но это сделки не робота, тут, к сожалению, все высвечиваются, простейшая автоматизированная система, вот в этой бы точке робот вставил в шорт, и здесь вот все, весь, все, 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 вот это вот движение он бы поймал. Вручную всегда тяжело, чуть-чуть прошли, мне кажется, хочется закрыться, перевернуться обратно, роботу все равно при удачных настройках автоматизированной системы могут нам помогать зарабатывать. Значит, вот по поводу параболика, вот у нас сейчас новая система появится, что мы сделали, параболик мы будем анализировать не только один индикатор, мы будем анализировать, во-первых, различные таймфреймы, 30 минут, час, и будем анализировать разные индикаторы, использовать скользящие средние, будем использовать индикатор параболик, и будем использовать индикатор магди, который как и трендовый, как и контртрендовый является. Берете ли вы деньги в доверительное управление? В настоящее время фактически аналог управления является то, что интересующая вас систему, мы можем запускать на наших серверах и можем запускать, можем формировать для вас партификацию. Но это все происходит на ваших квиках, мы сами все это делаем, квик будет установлен на наших серверах, мы сами набираем портфель, сами им активно управляем, а вы просто будете это контролировать. Все это можете контролировать. По сути это аналог доверительного управления, просто в нашей стране очень тяжело все это юридически и законодательно оформить, поэтому пока по такой схеме работаем. Так, ну все, вопросов нет, да, пока больше? Ну тогда еще раз хотел бы пригласить на день открытых дверей, который будет 6 февраля, в 19.30 пройдет. Адрес на нашем сайте указан, Дербиневская набережная, дом 11, бизнес-центр ПОЛОС, блок А. Приходите, опять же вы все увидите своими глазами, увидите трейдеров, которые у нас торгуют в нашем делинговом зале, имеют возможность общаться друг с другом, помогают это в торговле. По роботам вся информация доступна опять же на сайте в разделе роботы, заходите, смотрите, есть готовые решения, торговые системы, смотрите, выбирайте, звоните, на все вопросы мы вам подскажем, все ответим. И опять же, кто торгует вручную и кто успешен, замыкаться на ручной торговле не нужно. В любом случае, если вы будете успешно торговать руками, вы придете к тому, что у вас денег не хватит. Вы не сможете вручную управлять там 200-300 контрактов, невозможно на нашем рынке купить, вам не хватит ликвидности. И вам придется деньги вкладывать в какие-то другие системы, автоматизированные системы, роботов, в акции придется вкладываться. Все это мы вам можем предложить, можем рассказать, как все это грамотно сделать. Звоните, советуйтесь, опять же смотрите. Если есть интересные идеи, приходите, поможем разработать торговую систему. Если вы хотите научиться самим программировать, приходите, есть курсы, роботы-поможники, для опционного рынка есть, стоп-профит, управление рисками. Выбирайте, все поможем, поможем установить, своих клиентов мы не бросаем, всегда поддержка. Пожалуйста, в течение всей работы рынка, и в 11 часов можете звонить, вам ответят, вам подскажут. Ну, как с вами связаться, уже я ответил. Звоните на телефон, вот телефон, который на сайте 505, указан телефон техподдержки, это непосредственно ко мне попадете. Звоните, я всегда рад буду пообщаться. Ну, если вопросов нет, все, я благодарю за внимание. Ждем вас 6 февраля. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok